8 июля в России отмечается важный праздник День семьи, любви и верности. Губернатор Игорь Рудене в этот день вручил государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья. Среди гостей церемонии были участники Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич и Спартак Андреевич Сычев, митрополит Виктор и другие заслуженные жители региона. В этом году Владимиром Путину установлен единый и бессрочный статус многодетной семьи. Теперь им гарантировано право на господдержку до достижения старшим ребенком 23 лет, если он очно обучается в ВУЗе или в колледже. В нашей области это позволит только в нынешнем году увеличить более чем на 25% количество многодетных семей, получающих федеральные и региональные меры поддержки. В количественном исчислении это 57 тысяч детей. К таким семьям относятся и чета Мартыновых, которые ждут уже 16-го ребенка. Да, вот скажите сейчас, тебе будет 16-й. Он 26 лет вместе, может быть, за это время у вас появился какой-то рецепт счастья, секрет счастья. Доверие. Все спросим на вере. Обязательно. Без этого ничего не будет. Что еще важно? Любовь. Да, это на первом месте. А Александр и Наталья Тарусова, у которых 14 детей, отмечают, что для многодетных родителей, конечно же, большим подспорьем являются те самые меры поддержки, как федеральные, так и со стороны нашего губернатора. Он поддерживает, выделяя даже своих юристов. Вот тут есть Гришин такой вот из его команды, и у него есть Ольга Юрьевна. Она нам с нами несколько лет возилась по обустройству нашего дома. Должно поощряться многодетство. Чтобы, если сейчас раньше было два ребенка, это норма, то сейчас три ребенка, это тоже считается уже норма. Конечно, нужно стремиться, чтобы общественное мнение склалось таким образом, чтобы 4-5 это не было чем-то необычным. В ходе торжественной церемонии губернатор Игорь Руденя вручил орден «Родительская слава» Александру и Валентине Мартыновым. Этой же наградой удостоены и Александр, а также Наталья Тарусова. Почетный знак Тверской области «Слава матери» голова региона вручил многодетным мамам Елене Мешковой из Кесовой горы и Надежде Нинашевой из Кимор. Знака «Слава отца» удостоены Александр Дмитриев и Игорь Быков. А семья Оржановых известна как победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Я в детстве видел много примеров многодетных семей, такие люди авторитетные, был у них в гостях часто. Я знал, что норма – это 10. Для серьезных людей – 10. Ориентир был такой. Конечно, тут есть поправка на здоровье, а там уже какие-то нюансы. Так я держал, что это так должно быть. В Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решения о рождении третьего, четвертого, пятого ребенка. Благодаря мерам поддержки за последние десятилетия в нашем регионе количество таких семей выросло более чем в два раза и сегодня превышает уже 15 тысяч. Выступая перед собравшимися, губернатор Игорь Руденя поздравил всех присутствующих с праздником, который особенно символичен в год семьи. Праздник напоминает нам о том, что все мы – одна большая, единая, исплоченная семья. Семья нашей великой России, нашей великой Родины. Для каждого человека в нашей стране нет ничего дороже благополучия Отечества и счастья наших дорогих и близких нам людей. По окончании церемонии все получили возможность для более тесного знакомства, неформального общения, в ходе которого главное – это, конечно же, обмен эмоциями. Волнительно. Волнительно, да. Масштабно. Какие семьи сейчас есть, мы и не знали, что наша вроде большая, но намного впечатляет. Шикарный праздник. Очень приятно, что деток пригласили. Это примером будет. У нас сегодня двойной праздник. Нас губернатор поздравил с днем рождения. Мы первый раз в этом здании, первый раз на таком значимом мероприятии. Ну, во-первых, конечно, мы очень признательны, благодарны и учредителям данного мероприятия, правительству Тверской нашей области, ну и всем людям сопричастным к этому торжеству, к этой проявленной заботе о нас, многодетных семьях. Продолжение следует...